обсудим с вами такие проблемы как переедание до потери пульса соответственно я нутрициолог психолог алена подпишись если тебе это интересная тема не многие пишут о том что бывает тяга к хлебу бывает тяга жуткая к сахару тяга к шоколаду тяга к молочным продуктам соответственно многие максимально-максимально не понимают что задействованы гормоны что бывает проблемы совершенно в другом и в этом ролике я расскажу почему у вас бывает непреодолимая тяга к еде будьте внимательны и записывайте как я говорю разные стратегии лучшее решение избавление тяги от еды это на самом деле выбор качественной еды богатой нутриентами которая будет вас насыщать углеводов должно быть мало это я должна вам сказать пусть многие говорят о том что можно их есть сколько угодно но если вы человек с умом то вы наверное читаете и неврологов и нейрохирургов и кардиологов и в которых книг в книгах которых написано очень очень много я не говорю чтобы вы перешли на кето но палео диета это обязательно обычно тяга в кеде вызывается низким сахаром когда уровень сахара падает нам уже все равно что есть и соответственно начинаются проблемы бывает тяга к хлебу я сказала дефицит группы b тяга к молоку или к молочным продуктам здесь идет нехватка кальция соответственно тяга к сахару больше калия и другой момент если у вас проблемы с грелином грелин это гормон голода который активируется недосыпом стрессом и пустыми углеводами то есть если вы закинули себя пустые углеводы инсулин еще один гормон который стимулирует аппетит любая еда вызывает всплеск инсулина но бывают еще другие проблемы нехватка желчи в желчном пузыре любые проблемы с печенью либо например у вас скука усталость вредная еда пустые углеводы или низко жировая еда ведь так часто сейчас подсаживают диетологи на низко жировые диеты которые смерть женским половым гормонам что может помочь если вы хотите повысить уровень лептина и вас просто тянет просто тянет очень важно выбирать продукты богатые нутриентами и запускать интервальное голодание не нужно есть каждые два-три часа это плохо это правда плохо регулярные тренировки снижение стресса большее количество клетчатки и овощей это даст вам хорошее самочувствие ночной отдых и самое главное омега-3 жирные кислоты они тоже помогают оттяге даже закинули в себя капсулку омега-3 хотя бы если вы там рыбу не успели съесть это уже куда не шло другой момент когда стресс нужно идти на тренировку или на какую-то прогулку но не в холодильнику зеленый чай помогает снизить тягу и употребление как и сказала клетчатки и еще пробиотики и ферментированные продукты если проблема с дисбиозом кишечника то это может действительно оказаться большой 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 проблемой проблема переедания бывает крыло и кроется и в психологии соответственно соответственно это важно и вопросы они бывают разные но пережить это все можно подписывайтесь на мой канал я алена нутрициолог психолог